Доброе утро, дорогие друзья! Вы на Первом Развлекательном. Более половины женщин всего мира ведут борьбу с целлюлитом. Апельсиновая корка раздражает многих, на самом деле не нравится, портит настроение. И каждая из нас находится в поисках все нового и нового решения, как же избавиться от этого неприятного ощущения и момента. Итак, мы постараемся сегодня разобраться, что же вообще такое целлюлит, как с ним бороться и возможно ли вообще борьба с целлюлитом. Именно поэтому мы пригласили сегодня к нам в гости специалиста в этой области. Это директор Центра Здоровья Озони, с Александром Була. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Ну, давайте начнем с самого главного, что такое целлюлит. Целлюлит? Это та самая апельсиновая корка? Та самая. Еще и умно называется она адипозоклеточная паникулопатия. Ой-ой-ой, нет, легче целлюлит. Страшно, но... В принципе, это отложение, будем говорить, увеличение в размерах клеток, жировых клеток, адипоцитов. Почему целлюлит есть у женщин и почему-то нет его практически у мужчин? А, вот так, то есть он должен был вопрос. Да. А потому что наша кожа соединена с другими тканями, ниже стоящими, с помощью специальных, будем говорить, перегородок, соединительно тканных. Так вот, у женщин эти перегородки, они строго направлены перпендикулярно коже. Между этими перегородками находится жировая ткань. Когда она увеличивается, вот тем самым происходит выбухание сверху, вот этот бугорок. Вот так и формируется целлюлит. Все достаточно просто. В каком возрасте он начинает формироваться? То есть в каком возрасте нужно девушке, девочке, женщине подумать о том, вот мне бы не хотелось, чтобы у меня был целлюлит. И вообще есть ли целлюлит у детей? Нет, в принципе, целлюлит формируется по мере того, как вот эти перегородки становятся жестче. Это происходит чаще всего с возрастом. Каких-то четких критериев, что это вот начинается с 18 лет или там с 40 лет, нет такого, это зависит от целого комплекса различных причин и факторов. Поэтому, ну, скорее всего, начинается это, как докладывался на одной конференции косметолог, после 21 года. Ну, есть данные, что это не железная такая четкая информация, относительно индивидуально. Это болезнь? Ожирение – это болезнь, а это последствия. То есть целлюлит, если мы правильно поняли, это последствия ожирения? Конечно, то есть это не последствия, а даже, вернее сказать, следствие ожирения. Чем больше у нас адиопоциты, тем больше выбухание вот этих вот показанных в виде целлюлита. Как сделать так, чтобы его не возникало вообще? Есть способы? Ну, способ всегда один. Это здоровый образ жизни, это физические нагрузки, диеты. У спортсменок никогда не бывает, да, целлюлит? Ну, скорее всего, вы не увидите ни одного спортсмена, ну, кроме шахматистов, может быть, которые страдают этой проблемой. Понятно, хорошо. Какие существуют борьбы, методы борьбы с целлюлитом? То есть это спорт, правильное питание, наверняка? Да, это общие понятия, это, значит, правильная диета, правильные физические нагрузки, опять же, правильные, потому что тоже во всем нужна мера. Кроме этого, значит, здоровый образ жизни, то есть, допустим, нарушение лимфоатока тоже будет приводить к застою жидкости в организме. И это происходит не только потому, что есть физические нагрузки, есть еще и хронические интоксикации, алкоголь, никотин и все остальное. Никотин тоже влияет, и алкоголь влияет. Очень хорошо, в смысле, очень явно он влияет на тонус кожи, который тоже немаловажен при формировании целлюлита. Если говорить о процедуре, которая называется интро-липотерапия, что это за процедура такая? Это процедура, применяемая для разрушения подкожно-жировой клетчатки. Значит, давайте начнем с того, какие есть способы вообще устранения жировых отложений. Есть липолиз и липолизм. Если уже они отложились, да, как с ними бороться? Значит, липолиз – это методы и процедуры различные, которые приводят к уменьшению в размерах жировой клетки. Это хорошо, это менее болезненно зачастую, но клетка остается, и при срыве режима, да, она обратно начинает увеличиваться. Поэтому эти методы результативны, но меньше гарантируют результат в долговременном понимании. Интролипотерапия… Долговременное понимание – это сколько? Три месяца, полгода, год, пять лет? Что такое долговременное понимание? Каждой женщине хочется остановить мгновение. Хочется навсегда избавиться. Да. Но с медицинской точки зрения, вот вы когда, да, оперируете словом «длительный период», длительный период – это сколько приблизительно? Три месяца, два месяца, две недели? Для кого-то длительный период – это лет на десять. Ну, смотрите, дело в том, что клетка адипоцит очень неохотно делится. То есть, в принципе, нам при рождении заложено определенное количество вот этих адипоцитов. Сначала, когда человек наращивает вес, жир накапливается в самих этих клетках. Но он не может накапливаться до бесконечности, клетка не расширяется до бесконечности. И вот только после того, как клетка будет максимально наполнена, будет дана команда к делению, то есть образованию еще других адипоцитов. Вводя специальный препарат, разрушающий адипоциты, мы, как бы, устраняем возможность повторного отложения жира в этих клетках. А команда на деление адипоцитов, возможно, может быть дана только при каком-то большом срыве диеты, ну, в течение какого-то времени. А так, в принципе, зоны, которые обработаны этим препаратом, грубо говоря, практически больше набирать жир не будут. То есть это альтернатива хирургическому вмешательству? Потому что, насколько я знаю, раньше от такой проблемы, как целлюлит, можно было избавиться какими путями, то есть как назывались эти процедуры? Целлюлит вообще относится больше к диффузным отложениям. Хирургия чаще работает с жировыми ловушками, которые устраняются. Целлюлит устраняется как уже последствия того, что мы снизим количество отложенного жира, естественно, исчезнет это явление. Опять же, как мы говорим, то есть целлюлит – это последствия. Скажите, пожалуйста, всевозможные кремы, лосьоны, массажи, вот написано антицеллюлитные средства, тоники, специальные масла, крема – это все верно? Действительно это помогает в профилактике и в борьбе с целлюлитом? Либо это просто какая-то коммерческая уловка? Ну, не без того. Вообще коммерция – это способ отъема денег у населения без насилия. Поэтому, конечно, нам предлагается на рынке, сейчас эта индустрия получила такое развитие огромное, эти различные кремы, лосьоны, они неплохо тонизируют кожу, неплохо. Но, в принципе, их основная задача – это помочь массажисту в работе. А вот массаж сам по себе, по какому материалу он бы не делался, он дает вот те самые результаты. Это лимфодренаж, это улучшение тонуса кожи, это разработка и улучшение микроциркуляции. Вот что дает. Руки массажиста. А кремы, они могут быть различные, просто в зависимости от предпочтений клиента. Это по запаху, по каким-то другим характеристикам. Сам крем, если его просто без размассажирования нанести и ждать, ничего не даст. Мы сейчас приблизились к небольшой паузе в нашей программе. После нее мы узнаем еще несколько методов, помогающих бороться с таким неприятным явлением, как целлюлит. Началось лето, период летних отпусков, и это значит, что каждый из нас хочется выглядеть на все 100%. Что делать, когда весь год вы не очень заморачивались на эту тему? Мы сегодня разбираем вопрос под названием целлюлит, что с ним делать, как бороться, и как в кратчайшие сроки от него избавиться, и возможно ли вообще все это. Или даже если весь год вы заморачивались, как Аня сказала на эту тему, но ничего не помогло. Такое тоже бывает. Так, существует новый метод под названием интралипотерапия. Так? Да. И еще по-другому называется, как офисная липоскульптура. Офисная липоскульптура. То есть таким образом, то есть это коррекция, я так понимаю, фигуры, силуэта. Локальная коррекция без хирургического вмешательства. Вмешательство. Расскажите, как она проходит, что это за препарат, что он содержит и насколько он безопасен. Это препарат, разработанный в 2002 году профессором Мотолезе, Италия, являющийся сопредседателем Ассоциации косметологов и пластических хирургов Италии. Этот препарат, после введения его в подкожно-жировую клетчатку либо вот в эту жировую ловушку, разрушает адипоциты. Сам препарат, то есть самое активное вещество, называется дезоксихолат натрия, фактически является естественным продуктом метаболизма организма, поэтому легко выводится из организма, не наносит никакого вреда, то есть он не токсичен. Кроме того, введение этого препарата производится тонкими иглами, а травматично, и воздействуется в основном на зоны, которые хирургия брать не любит, так как это зоны, будем говорить, мелкие. Это зона галифе, это зона субментальная или зона подбородка, это задняя поверхность рук, также нависание коленей, живот, бока, спина. То есть небольшие жировые ловушки, которые хирурги не берутся делать, потому как травма будет превышать эффект. Если я правильно понимаю, я как человек, который не знает еще ничего о жировых ловушках, мне не пришлось еще в них попадать. Я так понимаю, что подбородок, руки, бедра, колени, это и есть те жировые ловушки, о которых мы говорили. Проблема в том, что там жир может залегать глубже, чем в подкожно-жировой, при этом он очень слабо рассасывается при различных физических нагрузках. То есть бавится от него гораздо сложнее, даже могут не помочь физические нагрузки. В этом и смысл, в общем-то, придуманный, задуманный этой процедурой. Для кого он предназначен, прежде всего, этот способ? То есть это женщины в возрасте от до? Да, то есть какие показания кому-то? Ну, рекомендуется это женщинам от 18 лет и до бесконечности. 18? Конечно, есть проблемы и у таких женщин теперь, у нас стареют болезни. Сразу уточню, вот эта вот офисная липоскультура, это не метод борьбы с ожирением. То есть индекс больше 30 ожирения является даже противопоказанием для этой процедуры. Это процедура для локального устранения жировых ловушек. Невозможно обработать препаратом Акваликс все тело. Вот в чем тонкость. Потому что наш менталитет срабатывает как дайте мне ведро Акваликса и все. Это прекрасно. Ну да, то есть не без физических наплозок, не без правильного питания. Все должно быть в комплексе. То есть в любом случае это не панацея. Тогда сколько раз вы как врач, может быть, порекомендуете женщинам приходить, прибегать к такой процедуре? Сколько максимум? Потому что один раз попробовали, понравился эффект. Второй, третий, четвертый. Так это же надолго. Это получается все клетки. За одну процедуру... Женщины все ведут очень разный образ жизни. Количество процедур зависит от объема жировой ловушки. Это раз. Второе. Значит, естественно, сохранение эффекта зависит от самого человека, как он относится к тому, что он сделал, как это ему тяжело далось. Кроме этого, в зависимости от возраста интенсивность метаболизма разная. Соответственно, эффект наступает медленнее или быстрее в зависимости от возраста. Далее. Дело в том, что эффект от препарата Акваликса можно наблюдать уже через 2-3 недели. Поэтому человек спокойно может оценить полученный результат и отправиться на докоррекцию, либо остановиться на достигнутом. Препарат Акваликс не разрушает ни кожу, ни мышечную ткань. Поэтому, если мы убрали, будем говорить, ту жировую ловушку, ту прослойку, которая мешала, откорректировали силуэт, дополнительное введение не имеет ни смысла, ни какого-то эффекта. Просто многие считают, что нет предела совершенства, вы же знаете. Есть предел. Когда кончится жир, предел достигнут. Все. Так, какие фармакологические характеристики у этого препарата? Что он содержит? Дезоксихолат натрия – это вещество, это натриевая соль, дезоксихолиевая кислоты. Это желчная кислота, которая находится у нас в организме. Поэтому возникают два эффекта. Первый эффект – это разрушение самого адипоцита. Второй эффект – это усиление диуреза для того, чтобы еще и сгонять жидкость во время, будем говорить, действия препарата. Сам препарат действует на жировую ткань где-то 3-5 минут, после чего он выводится. Остальное уже, разрушенная вот эта ткань, она ассорбируется организмом. Ассорбируется организмом и через 2 недели введен эффект? 2-3 недели, 27 дней. Раньше, чем через 21 день, нельзя вводить повторно в ту же зону этот препарат. Понятно. Насколько болезненна сама процедура? Боль – понятие субъективное. Поэтому сама технология задумана так, чтобы минимизировать дискомфорт при прохождении процедуры. После процедуры, возможно, ощущение жжения в зоне воздействия. Иногда несколько дней сохраняется болезненность, потому что разрушенные, будем говорить, остатки адипоцитов имеет в своем составе ряд веществ, которые дают болезненность. Но это терпимо. Если правильно сделана процедура, дело в том, что для работы с этим препаратом нужно проходить специальную подготовку. С препаратом разрешена работа только специалистам с высшим медицинским образованием. Если правильно сделана процедура, если правильное количество препаратов введено, если в доктор не пошел на поводу у пациента, который кричит «влейте мне сколько можно, чтобы я за один раз получил». Нет, такое невозможно делать. Четко просчитывается дозировка, если все правильно сделано. Болезненность сохраняется несколько дней, терпимая болезненность. После первой недели рекомендуются лимфодренажные процедуры, массажи, физиотерапевтические процедуры для ускорения эффекта. Первую неделю желательно одевать обтягивающее, бандажирование, обтягивающее белье, шортики и все такое. Я бы хотел напоследок все-таки задать вопрос. Всегда, когда появляется некая новая услуга, некое новое лекарство, что угодно, начиная с отбеливания зубов и заканчивая такими более сложными процедурами, всегда в интернете появляются какие-то подделки. Насколько этот препарат легко или тяжело подделать? И стоит или не стоит людям покупаться на предложение, вот вам укольчик, вкалите себе его сами в колено и все пройдет? Самостоятельно применять никакой препарат, не только Аквалис. Как бы ни был безопасен препарат, его должен назначать и использовать специалист. Поэтому самостоятельно не рекомендую никакие методики применять. Не покупаться в интернете на... По поводу подделок, пока я не встречал подделок на этот препарат, он достаточно хорошо прорегистрирован, запатентован разработчиками, имеет европейские сертификаты, прошел... Обычно есть еще такое понятие, как отдаленный результат, это более пяти лет использования. Он прошел вот этот срок, поэтому полностью документально он подтвержден, и поэтому пока подделок я не встречал на эту тему. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, у нас в нем в гостях был Александр Булат, директор Центра здоровья Азонис. И мы выяснили еще один, ну, мне кажется, простой способ избавиться от цивилизма. И эффективный. Ну, а нашу программу продолжат. Продолжается, продолжит ее прямо сейчас Сергей Суручан. Прошли в нашей стране локальные выборы. Что думают о результатах жителей столицы города Кишинева и пойдут ли они на второй тур? Узнаем прямо сейчас из репортажа нашего корреспондента.